Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Азаровский. Сегодня со мной Оксана. Вместе мы снимем летний, уже заполненный, почти под завязочку отель. Может быть, конечно, вам хватит возможности и счастья здесь побывать. Называется он Rind Rise Resort Hotel, что переводится как «Восход на мысе». Она понаходится на мысе, и вот такое название придумали. В общем, друзья, all inclusive. Мы уже поели, а сейчас вам будем показывать сначала территорию, потом номера, потом съездим на море, на свой собственный пляж. Пойдем, друзья. Я вам по-честному хочу сказать, я в восторге от еды, которая здесь есть, от того, какие номера красивые внутренним территориям. То есть у нас несколько корпусов здесь с левой стороны находятся, и строится новый корпус, который запустится в 2025 году. Сейчас он огорожен, вам мешать не будет. Вначале высажены розы, посреди, перед рецепшеном есть очень красивый фонтан. Сейчас идет здесь заселение людей, которые приезжают на отдых. Здесь пятиразовое питание. Мы были на обеде, и нам очень понравилось. Очень вкусно, прям действительно ресторанное питание. С этой стороны прям такие небольшие домики, очень уютные, красивые номера. Ну а сердцем этого отеля является вот этот невероятно красивый, великолепный и классный бассейн, в котором плескаются детки. Заявленная температура 27. Это большая зона его. Она составляет 593 квадратных метра счастья. Я вам честно говорю, когда увидел этот бассейн, я понял, что я влюбился в этот отель. Это не то, что я снимаю обзоры, мне там надо разрекомить. Нет, я честно от души говорю, что мне здесь очень понравилось. У бассейна обещают проводить разнообразные вечеринки. Тут играет музыка такая легенькая для прекрасного времяпровождения. Люди ходят за алкогольными напитками, которые здесь. Также включены местные пива, там несколько видов вина. То есть очень хорошо и комфортно. С ним по утрам наливают на завтрак шампанское. Друзья, отдых идет в полной мере. Посмотрите на эти счастливые, довольные лица. Те, кто успели забронировать номера. И причем по очень хорошим ценам. Сейчас со скидками сюда люди заезжают за небольшие деньги. Так, детский бассейн, друзья. 90 квадратных метров. Детки здесь под вашим присмотром. Плескаются и наслаждаются всей этой красотой. Ну, этот бассейн, это просто фантастика. И очень красиво смотрится. Люди отдыхают, а что еще надо? В бассейне предоставляются надувашечки, чтобы могли детками все время плескаться и не тащить все это с собой. То есть круги и другие вещи. И чтобы вы понимали, на этом-то отель не заканчивается. Вот эти корпуса, бассейн. Туда еще огромное пространство. 4 гектара территория озелененная. Прекрасно. Мы стоим сейчас. Во-первых, здесь площадка для занятия спортом. Есть теннисный стол. Как видите, никто не задевается. Все отдыхают. Ну, может быть, конечно, из-за жары. Когда будем показывать номера, мы будем часто показывать вот эту озелененную территорию. Мне очень понравилась здесь такая, видите, порно стенка. И она прям заросшая зеленью. Смотрится этот дворик просто великолепно. Я как фотограф могу вам сказать, что здесь будут получаться очень красивые кадры на фотосессиях. Так что пользуйтесь этим знанием. Приходите сюда сфотографироваться. Вот просто сами посмотрите. Ох, какая красота. Помимо этого, здесь есть трансфер на пляж. Шаттл возит людей. Он с завтрашнего дня начинает работать. Свой пляж как-то мало привлекает народ, когда есть такой великолепный бассейн. Я, честно, в восторге от него. Поэтому я говорю, бассейн, бассейн, бассейн. Детская площадка, друзья мои. Можете увидеть, как она выглядит. Также каждый день здесь проводятся анимации. Есть гриль-бар. То есть, ну вообще, что вам только может понадобиться, здесь имеется. Деткам на прорезиненной площадке будет здесь комфортно. Вот такая вот арочка и выход туда дальше. Мы пройдем, давайте с левой стороны посмотрим детскую зону. Добрый день. Вас приветствует служба анимации. И мы сегодня открываем сезон. Работать будем с вами с 10.30 до 22.00. Поэтому все очень круто. Приходите к нам веселиться и радоваться. Вам нравится? Да. Вот, самое главное. Есть также батут. Детки здесь прыгают. Дальше волейбольная площадка. Привет, Мал. Ребята, все кричат, что я в Ютубе. Как прекрасно и классно. По территории высажено много разнообразных деревьев. Подрастут они будут здесь. Просто как в лесу. Все эти активности. То есть баскетбольная площадочка, волейбольная площадочка, место для отдыха, прогулочные площадки. И там в конце находится еще и баня, друзья мои. Рядочком с бассейном находится дополнительный бар, который оплачивается отдельно. Он не входит в стоимость. И здесь ребята готовят разнообразные алкогольные и безалкогольные коктейли. Продают мороженое. Все остальное. То есть по меню вы можете посмотреть все, что есть здесь. Это еще не полно. Мы дорабатываем. То есть будет еще добавлено. Понял. Все, завтра только сезон начинается, как говорится. Вы можете посидеть под этим навесиком с красивым освещением. Есть еще одна зона отдыха. Также здесь находится еще и гриль-бар. Он тоже идет за отдельную плату. То есть можете прийти, показать себе шашлычка. Я сегодня шашлычок ел прям в ресторане. Бывает хочется душе. И почему себе в этом отказывать. Сам ресторан находится тоже рядышком с бассейном. Еще раз говорю, я прям поклоняюсь этому месту. Здесь было прям очень круто, вкусно и классно. Я вас туда отведу сразу после того, как мы сейчас закончим обход территории, чтобы посмотреть все места, которые здесь есть. Нашел? Да. Петюнин красавчик. Пришел, даже показал. Сколько? 4 СССР. Здесь мы можем увидеть, что есть вот такие вот моменты, как кинотеатр, в который можете прийти, посмотреть на пуфиках кино. То есть и парковочная зона. Она тоже уже входит в стоимость. Туда вы заезжаете, на воротах сидит человек специальный, который следит за тем, чтобы все здесь было хорошо. И вот такая аллея с розами, лавочками, фонариками, которая нас сейчас с вами приведет в баню. Я реально прям удивился, какая огромная территория. То есть когда здесь вырастут все деревья, будет парковая большущая зона. Вот мы отошли задальше. Отель будет просто восхитительным. Хотя и сейчас очень круто. И вот уже слышим голос микрофона аниматора, который зовет на развлечение всех гостей. Хватит, говорит, лежать. Давайте вставать и будем танцевать. Здесь находятся две бани в конце. Они в дневное время работают на бесплатной основе, а в вечернее время их можно арендовать для проведения своих каких-то праздниц, каких-то вечеринок. Причем это все находится далеко от отеля. Вы тут можете веселиться и никому мешать особо не будете. Там такие зоны отдыха. Внутри уже находятся сами банные комплексы. Такой и бац, из бани выходит она. Дорогая Оксана, я приглашаю вас отправиться со мной в путешествие на собственный пляж на море. Вы согласны? Согласна. Поехали. А на машинке я поеду? Сегодня шофер Оксана отвезет нас до моря. Будет все прям круто. Вот это тот шаттл, который будет вас возить, а начинает работу он с завтрашнего дня. Будет катать на собственный пляж туда-сюда в течение всего дня. Как приятно смотреть на то, как люди отдыхают. Сейчас мы с вами посмотрим на обед, как он проходит в живом, так сказать, его исполнении. Это ресторан, где вы будете питаться. Здесь светская линия на обед, завтрак и ужин. Набрать себе все, что вам хочется. Сейчас мы и наблюдаем, как это все происходит. Столики есть как на улице, так и внутри помещения. Вы из алкогольных напитков можете выбрать и на обед, на завтрак, на ужин. Вино белое, сухое, вино красное, полусладкое, а также пиво. На завтрак еще наливают и шампанское безалкогольное. Что здесь есть вкусненького? Это разнообразные соленья, соусы, капуста есть. Прям выбор, по крайней мере, по крайней мере, не очень нравится. Здесь из первых блюд. Крем-суп грибной. Вау. Я еще нигде не видел, чтобы эта подача была. Суп лопша по-домашнему, гренки к ней. Следующая у нас шашлык с свинином. Печень в сливочном соусе. Фаршированные баклажаны. Паста с курицей и грибами. Рис с овощами. Здесь у нас салат морковь с курицей. Здесь у нас был салат с овощами и баклажанами. Есть зелень, овощи, огурчик и перец. А также есть фрукты. Набор фруктов тоже, в принципе, достойный. Причем видим, как работают ребята. Только что было много людей, и они все позиции пополняют. Закладывай. Еще. Еще? Не жалею. А вдруг вкусно? Вот только что салат поменяли. Также есть соусы. Есть оливки. Двух исполнения. Есть кофемашина. Также чайная станция. Свой борча, сахар. И есть компот и сок апельсиновый. Вот еще и помидорчики пополнили. Наш обед выглядит вот так. У меня грибной супчик, шашлычок, кабачок. Оксана, паста с курицей. Тоже салатик. Только пополнили еще шашлычок. Давайте дегустировать. Суп грибной. Мы недавно пробовали где-то в ресторане. Вот прям один в один вкусовые характеристики. Я прям в восторге. Повар. Протой. Оксана дегустирует. Как тебе первое впечатление? Макароны. И что едят люди на шведском столе? Макароны. Наш любимый. Вкусно? Овощи, макароны. Да, вкусно. А вообще, как тебе вот шведская линия понравилась? Как выглядит? Выбора достаточно? Да, очень высочно. Удобно. На каждой посудине есть тарелочка, павилочка, ложечка. Все подписано. Все как надо. А ты представляешь, что ты отдыхаешь здесь и можешь есть это все сколько хочешь? Ну, это прикольно. Эта штучка очень вкусная. Это кабачок фаршированный. Я попробовал мясо, попробовал крем-суп. Вот как мы в ресторане с тобой кушали, такой же вкус у крем-супа. Очень классно. Макароны прям идеально сварены, как я ее люблю. Я себе пошел еще взял этот салат. Он восхитительный. Еще шашлыка. Здесь появился виноград. Вкусные, сладкие. Вот такие вот вкусняшки. Я хочу от себя лично поблагодарить повара, который готовит здесь. У него все блюда со вкусом ресторана. Это действительно ресторан в шведской линии раздачи. Очень вкусно. Честно, я думал, что я выпустой даже не съем. Я пошел еще завтра в бакцик. Не могу остановиться. Спасибо. Вы крутая или крутая. После тортиков появилась еще вот такая вот выпечка. Я прям забыл. Пахлава, по-моему, называется же, да? Я хочу еще сказать, как тут работает классно официант. Вот мы со стола переставляли на другой стол посуду уже неоднократно. Вот много уже съели. Не поверите, я. А Оксана вообще ничего не ест. Она почему-то походу решила за своей фигурой смотреть. И это произошло именно на All-Inclusive. Моментально убрали. Классно работают. И вот сколько уже идет обед, мы уже час наедим. Все пополняется, пополняется, появляется все новое. Я еле нашел себе силы, чтобы встать и пойти куда-то дальше. Могу сказать, еда здесь восхитительная. Обслуживание просто высший класс. Каждый продукт, который я ел, был очень вкусный. Я единственный пробовал алкоголь. Тебе как? Очень вкусно. Тоже понравилось? Да. Ресторан просто лайк. Не могли пропустить просто промежуточное питание. Слоечка с джемом. Набрали сок. Ну, надо показать вообще, что есть. Вот ребята набежали, не успели все выстоять. То есть фруктиков тоже. Слойки, печеночки. Также есть соки, компот. И ребята приходят за алкогольными напитками. Первые апартаменты, которые мы смотрим, это номер 321. Это семейные, шестиместные апартаменты, трехкомнатные. Здесь доступ в номер по картам. И также полностью весь свет сделан на них. На входе нас встречает прихожая с зеркалом и тапочками. Первая комната направо. У нас одноместная. С левой стороны у нас есть место для хранения. Стол, два стула, прикроватная тумбочка и сама кровать. Здесь имеется окно, над окном сплит-система. Комната просторная и будет удобно для размещения одного человека. Место для хранения выглядит вот так. Есть куда разместить ваши вещи, плечики. Следующую комнату, которую мы смотрим, это спальня. Спальня здесь вообще просто огромная. Предназначена для размещения до трех человек. Имеется односпальное место, кровать двухспальная, две прикроватные тумбочки бра, сплит-система над кроватью. Напротив у нас стол, стул и телевизор. А также имеется место для хранения. Здесь расположены плечики, имеются халаты, а также сейф. Из этой комнаты есть выход на балкон. Балкон является очень важной частью номеров, потому что многие люди хотят иметь возможность вот так вот выйти на балкон, подышать, провести время на чистом воздухе. Также здесь красивое озеленение. Вам здесь будет уютно и хорошо. И еще одна комната. Ее бы я назвал как зал. Здесь тоже есть место для размещения вашего. Она очень большая и просторная. С правой стороны имеется раскладывающийся диван, стол с водичкой, стаканами, а также раскладывающиеся кресла. Над ними висит сплит-система. У противоположной стены расположена такая большая панель. Имеется холодильник, чайная станция. Также есть телевизор. Место для хранения в этой комнате выглядит вот так. Здесь есть плечики и дополнительные подушки. Также из этой комнаты можно попасть на балкон. Здесь выход во двор, который вы сможете наблюдать за своими детьми. А также перед вами откроется вид на фонтан и на бассейн. Здесь по-особому чувствуется морской воздух. Также на балконе есть стол и место, где посушить ваши вещи. Из коридора мы попадаем в санузел. Здесь он очень просторный. Места много. Есть все мыльные принадлежности, вплоть до бритв, фен. Эти номера оборудованы по полной программе. К наборам полотенца также выдаются полотенца для похода на пляж. Унитаз. Здесь есть рядышком душик гигиенический. А также тропический душ в душевой. Зеркало с подсветкой, отражение. Очень красиво сделано санузел. Размещение в этом номере до 6 человек, 5 взрослых, 1 ребенок. Стоимость проживания в данный момент 16 730 рублей. Влажная уборка производится каждый день. То есть полный all-inclusive здесь присутствует. Сейчас мы посмотрим номер 332. Это двухкомнатный улучшенный пятиместный номер. Также доступ по карте и электричество включается по карточке. Проходим из коридора в правую комнату. Здесь у нас как зал расположения. Имеется диван раскладывающийся. И кресло. Посреди стол с набором воды и стаканов. Напротив стены у нас место для хранения. Стол и телевизор. Место для хранения это подушки, плечики, одеяло. Отсюда имеется выход на балкон. В каждом номере имеется сплит-система. Балкон у нас здесь также с видом во двор. Есть стол, место куда повесить ваши вещи. И вид на фонтан и бассейн. Напротив у нас вход в следующую комнату. Это у нас большая спальня. Здесь у нас кровать, двухспальная кровать. Возле нее прикроватные тумбочки и бра. Напротив у нас есть стол и два стула-кресла, я бы назвал. Потом идет панель. Там имеется холодильник, чайная станция. Чайная станция состоит из чашек, чайника, кофе, чай и сахар. Также имеется стул и мусорное ведро. Над столом висит телевизор. Поподробнее к месту для хранения. Здесь набор идет сейф, халаты, тапочки. Есть шапочка для купания. И также пакет для грязного белья, швейный набор и прайс на услуги прачечной. Также из этого номера есть выход на балкон. В каждом номере имеется своя сплит-система. Ну и здесь тоже такой кованый, красивый балкончик. С видом на зеленую стену. Также имеется санузел. Санузел здесь в одной стилистике выполнен. У нас есть унитаз, полотенцесушитель, гигиенический душ. Напротив зеркало, фен, набор мыльных принадлежностей и душевая зона. Санузел большой, места предостаточно. С полным размещением в номере его вы можете снять за 13 365 рублей. Сейчас есть скидки. Так что приезжайте на отдых. Также влажная уборка идет каждый день. Генеральная раз в три дня. Полотенца для пляжа предоставляются. Питание и алкоголь включены. Сейчас мы смотрим номер 333. Это четырехместный делюкс. Доступ также осуществляется по карте. И электричество включается после того, как вы карту ставите на место. Задержек никаких нет. Смотрим сам номер. Номер просторный, большой. С левой стороны место, куда повесить ваши вещи. Есть тапочки, зеркало. Рядом пуфик для того, чтобы было вам удобнее одеваться. Также имеется место для хранения. Здесь такое же наполнение, как и в прошлом номере. Халаты, сейф, пакет, прайсы. Тапочки и шапочки лежат у нас при входе. Далее идет раскладывающийся диван для двоих. Телевизор. Есть стол. Чайная станция. Зеркало. И стол. В столе имеется холодильник. Есть переносной стол. И два таких кресла. Далее двухспальная кровать. Две прикроватные тумбочки. Бра. В каждом номере есть телефон. И своя собственная сплит-система. И выход на балкон. Здесь самый большой балкон у всех номеров. Есть стол. Два стула. Кайф, да? Да. И вот такое вот креслице. Которое будет очень удобно качаться. И наблюдать бассейн. Слушать фонтан. Все. Отдых пошел. Также есть место, где посушить ваши вещи. Оксана, нам надо дальше снимать. Пошли. Все. Это релакс, ребята. Отдых точно пошел. Очень удовольствием. Также каждый номер оборудован своим санузлом. С правой стороны у нас раковина. Зеркало с подсветкой. Я не обратил внимания, но помимо фена в каждом санузле есть телефон. Также есть полностью весь набор мыльных принадлежностей, унитаз и душевая зона с тропическим душем. С левой стороны место, куда повесить ваши вещи и полотенца. Стоимость этого номера сейчас со скидкой 9933 рубля. Сейчас мы смотрим с вами двухместный улучшенный с террацией и зоной отдыха номер. Доступ также по карточкам. Мы находимся на втором этаже в другом корпусе. Номер отрываем. Вставляем карточку. Включается освещение. С левой стороны у нас место для размещения ваших вещей с зеркалом. Также имеются тапочки и шапочки. Место для хранения выглядит вот так. Наполнение. Здесь два халата. Имеется сейф. Пакет для белья и прайс на услуги. Далее у нас стул, стол, зеркало, телевизор, чайная станция. Здесь отсутствует кофе. Есть стаканы, водичка. В столе находится холодильник. Далее у нас расположена большая двухспальная кровать с прикроватными тумбочками, телефоном и бран. Имеется переносной стол и еще один дополнительный стол. Сердцем этого номера является терраса, на которую мы сейчас с вами выйдем. Большое панорамное окно здесь дает очень много света в номере. У нас также есть такая качель, шикарнейший вид, стол. И в таком номере прям хочется отдыхать вдвоем, да? Да. Красота, ребят, с видом на бассейн и фонтан. Хочу вам показать, что терраса очень большая. Проводить время я уверен, что здесь будет прям хорошо. Рядом с качелью есть место, где посушить ваши вещи. В этом номере также имеется свой санузел. Они похожи с прошлым номером. Здесь раковина, зеркало, фен, телефон, набор мыльных принадлежностей. Также есть полотенцесушитель, набор полотенец, унитаз, душевая зона. Возле каждого унитаза присутствует гигиенический душ. Сейчас мы с вами посмотрим номер 522. Это трехместный комфорт с французским балконом и видом на бассейн и парк. Заходим по карточке, включаем освещение. Есть место для хранения вашей верхней одежды, зеркало, раскладывающееся кресло, большая двуспальная кровать, сбра. Место для хранения выглядит вот так. Здесь сейф, набор принадлежностей, халаты, плечики. Напротив кровати у нас переносной стол, обычный стол с чайной станцией, набором воды и зеркалом. Внутри у нас есть холодильник. Над столом висит телевизор. В каждом номере имеется сплит-система. Отсюда выход краски на французский балкон, с которого открывается вид на территорию отеля, бассейн, отдыхающих людей и парковая зона. Санузел в номере здесь очень большой. Есть раковина, зеркало, фен, телефон. Также набор мыльных принадлежностей. Напротив у нас место, куда повесить ваши полотенца. Есть электрический полотенцесушитель, унитаз. Душевая зона, довольно-таки просторная. Рядом с унитазом есть гигиенический душ. Стоимость проживания в этом номере 7985 рублей. Номер 524 в этом же корпусе на втором этаже. Доступ по картам. Заходим. Номер этот у нас четырехместный считается. Включаем освещение. При входе с левой стороны место, куда повесить верхнюю одежду. Тапочки, шапочки, зеркало. По прямой вход в санузел. И здесь очень просторная комната. В правой стороне есть место для хранения. Наполнение это полотенце. Набор для шития. Пакет, прайс. Есть сейф и халаты. Далее у нас идет раскладывающийся двуспальный диван. Стол с чайной станцией, зеркалом, набором воды и холодильником внутри. Также есть переносной стол, кресло к нему. Имеется пуфик. Большая двуспальная кровать. При кроватной тумбочке. Брас. С левой стороны висит сплет система. Также имеется телефон. Отсюда осуществляется выход на балкон, который у нас смотрит во двор. Очень радует, что все номера с балконами. Здесь имеется стол, глаз стула, вид на фонтан и бассейн. На балконе также есть место, где подсушить ваши вещи. И довольно-таки просторно. Сущите обязательно, как вам. Также в номере имеется свой санузел. Здесь он тоже большой. Хорошая, красивая раковина. Есть фен, зеркало, набор мыльных принадлежностей. Полотенце, полотенцесушитель, телефон. Также место, куда повесить ваши вещи. Гигиенический душ, унитаз и душевая зона. Стоимость этого четырехместного номера Deluxe 1000054 рубля. Смотрим в еще одном корпусе номер 222. Это трехместный. С французским балконом. Доступ все так же по карточке. Вставляем, включаем свет. Здесь также большая комната. Просторная. Имеется место, куда повесить ваши вещи. Место спальное раскладывающееся кресло. Место для хранения. Двуспальная кровать. Бра при кроватной тумбочке телефон. Над ними висит сплит-система. Место для хранения выглядит вот так. Сейф, халаты и все остальные принадлежности. Напротив кровати имеется стол, телевизор, чайная станция, водичка, посуда, чай и холодильник в столе. И выходим на сам французский балкон. Сидим на территорию отеля. Ой, какая красивая здесь территория. Прям зелененько. Птички поют. Красота. Также в номере есть собственный санузел. Наполнение везде стандартное. Раковина, зеркало с подсветкой. Есть фен, телефон, набор мыльных принадлежностей. Напротив унитаз, полотенцесушитель, гигиенический душ и душевая зона. Большая. Стоимость проживания в этом номере 7 985 рублей. Также предоставляется гладильная доска в каждом корпусе. Есть детские коляски и горшки. И хотелось показать, как выглядит лестница. Очень красивая подсветка и на первой ступеньке. Она гранитная. Везде есть антискользящие покрытия. Я в своих шлепках бегал. Вот уже дети взяли мельчики и пошли играть в баскетбол. Ладно, все, пора на море. Так, друзья, мы что-то сегодня много поели. Решили пройтись до моря пешочком. До моря заявлено 800 метров. По прямой проходим до гостевого проезда. Ну, а потом уже в тени деревь идем к морю. Тут по пути мы проходим тоже пансионат «Радуга». Туда находится Курский Соловей. В общем, гостевой проезд, мне кажется, не меняется. Все так же, как и было раньше. Так, здесь мы доходим уже до рябиночки территории. Расширяется тротуарчик. Ну, гулять тут прям классно. Унучка с бабушкой идут. Клялые у детей воспоминания останутся. Выходим на перекресток. Столовая номер 7 пока еще не работает. Здесь Казанова готовится к открытию. И тут пешеходный переход под арочку, рябиночка, чтобы дойти уже до моря. Здравствуй, Пионерский проспект. Пешеходный переход. И мы пошли. Здесь, правая сторона, у нас есть озеро. Люди накупают фрукты, овощи. На торговых павильонах, кстати, кто переживал, что здесь ничего работать не будет, не расстраивайтесь. Кстати, вас будет что-то увозить еще дальше. И по ценам здесь помидорчики 150, огурчики 80, по 170 есть помидоры 290, черешня 330 и 250, по 350 крупная клубника, черешня есть по 320 и местная по 250. Это золоток цена. Все торговые ряды практически уже пооткрывались. То есть радости нет, никакого предела. Продавцы ждут вас, дорогие наши покупатели. Вы быстрее сюда приезжали. С той стороны жарят шашлыки. Это стол тоже еще не запустилось. И вторая точка, можете посмотреть по ценникам, что здесь почем, озвучивать не буду. Думаю, что все цены разгрузите. Примерно то же самое стоит 350, даже по 300 есть и по 250. Красота. Огурчики 70, помидоры по 300 и по 170 есть. А кукуруза по чем? По 100 рублей. Смотрите, детский парк там появляется. Уже традиционно. В прошлом году там были батуты. Вроде бы все как и было. Даже смогер ребята привезли, будут продолжать. Тоже самое делали. А тут я возле Белого Лебедя вижу, что поставили еще торговые павильоны. Ладости, вкусняшки, круги. Продают фишпилинг. Работают косички, полетут. Здесь, кстати, два прохода. Смотрите, с правой стороны можно проходить на пляж. И слева, говорится, и через Динамо, и сюда. Здесь будет останавливаться уже машинка, на которую будете приезжать. И до моря доходите пешком, потому что она довозит вас прям до пляжа. То есть весь тот маршрут, который мы сейчас прошли, вам показывали, вам вообще должен быть особо неинтересен. Потому что вы приезжаете к морю. Вот ребята всякую вкусняшку все из печи продают. Кофе рядом делают. Где? Доготавливаются к открытиям. Уже завтра лето. Еще чуть-чуть домыть, подготовить. И все уже 100% запустить. Нас, конечно, как потребители интересуют, когда заработают вот эти вот траники с водички, чтобы ножки мыть. Но пока предпосылок к этому не видим. Вот выход через Динамо. Там, наверное, пока не актуально проходить. И смотрите, какую арочку на входе сделали. Называется теперь этот пляж Динамо. И выглядит теперь это вот так вот. Здесь расширили дюны. Все, что мы огородили, чтобы не ходили. Очень интересно. Будет посмотреть, как это уже в конечном результате мы увидим с вами. Домики торговые. Температура воздуха 27,8. У моря там, честно, 30-ка у нас была сегодня. Что-то я вам не показал. Потихоньку уже подходим к пляжу. Два настила, чтобы потоки людей разделить. Есть мусорки, переодевалки. В общем, красота. Уже и лежаки задаются. Здесь на пляже с правой стороны устанавливают уже туалеты. Ребята работают. С левой стороны барная территория. Как приятно смотреть, что отдыхающих потихонечку становится больше. Тут по щелчку пальцев завтрашнего дня. Их будет просто невероятное количество. Смотрим, что почем в этом году. С 8 до 20 и 0. Лежачок за 400 рублей можно снять. Дорого, дешево. Пишите обязательно. Будет интересно узвать ваше мнение. Друзья, вот она, в принципе, пляжная территория. Мы дошли очень быстро. Вот такой вот будет у вас отдых. А вот в этом месте будет располагаться пляж. Он буквально на днях будет оборудован. То есть вот я прошел чуть-чуть левее. Людей сейчас не так уж и много. И здравствуй, как говорится, наше теплое, прекрасное море, которое вас ждет. Вы будете чуть-чуть в левую сторону. А здесь пляжи еще более пустые и прекрасные. Сегодня температура воздуха 25,2. Так, друзья мои дорогие. И всем, кто будет отдыхать в этом отеле, доберется до Боря, срочно писать в комментариях, что вы капитальные красавчики. А в плане того, что... А зачем ты вообще ходить? Когда у вас самый большой бассейн на нашем побережье. В городе Кортонапа, наверное, точно я реально где-нибудь бывал, больше не видал. И при таком питании постоянном, как можно отходить от этого шеф-повара, который вам готовит такие вкусняшки. Но при этом температура моря на сегодняшний день, я честно офигел. Вчера была еще 21,1, а сегодня показывает 25,3. При такой температуре воздуха люди вот вовсю купаются, наслаждаются, получают удовольствие. Пришел западный ветер, прибился теплую воду к берегу, и мы получили просто красоту. Ребятки, все телефоны, там, в названии, в описании, звоните, бронируйте. В Телеграме выложил, говорят, что с местами уже тяжеловато, но середина июня, там июль, август места еще есть. В общем, приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. И пишите обязательно ваши отзывы. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, видите его на экране, выигрывайте от нас бутылочку домашнего вина, моего производства, либо 500 рублей на счет. Ну, либо еще варианты, ребятки. Будьте с нами на связи, всегда делитесь информацией, будем вам благодарны. Ну, а вы будете в курсе того, что происходит в нашем городе Куроксе-Анапа. С вами был Юрий Азаровский, вам всем привет, Черноморский, и немножко моря для вас, мои дорогие. Куроксе-Анапа. Куроксе-Анапа. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok